Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Владимир Добров, и мы оперативно говорим о партии дня, партии Тура и Конзеи потихонечку близится к своей финишной прямой, и мы сегодня говорим о партии Прагнананды, или проще говоря, Прага против Сергея Корякина. Сергей Корякин сегодня одержал важную победу черным цветом, и мы постараемся быстро с вами посмотреть, как это было по горячим следам. Партия получилась весьма интересной, и очень много ключевых моментов в ней было, очень ярких Праг сегодня разыграл многими любимый Лондон, но Сергей, в общем-то, здорово был готов по дебюту, что, в общем-то, неудивительно. И в этой позиции сделал достаточно конкретный ход Х5. Типовой ход для таких структур, для, как сказать, против Лондона, Х5 является такой классикой. То есть конь идет за слоном, и, в принципе, идея здесь следующая в том, что белым не так просто его сохранить. В случае, скажем, слона Е5, черные играют даже Ф6, и на слон Е3 пробивают на Д4, и не торопятся сразу брать, играют сначала Ж6, потом играют слон Ж7. Ну, в общем-то, у них очень хорошая игра, впоследствии они могут уничтожать этого слона на Ж3 и проводить даже Е5. В общем-то, такой приятный момент в дебюте. Ну, а слон Ж5 всегда натыкается на ход Х6, что позволяет черным впоследствии развить слона на Ж7 и получить прекрасную игру. Последовал ход ДЦ, ход очень принципиальный, взятие на Ф4, Ж6, вторая опция, это было под ферз А5. Белые играют С3 на удержание пешки, у черных два слона, и, в принципе, у них основная тематика заключается в том, что впоследствии они будут стремиться провести ход Е5 посредством даже подготовки ходом Ф6. То есть, в некоторых позициях черный также готов разрывать структуру ходом Д4. Ну, вот, скажем, после слона Б5 здесь Сергей выбрал достаточно редкий ход Ф7, встречался всего лишь в одной партии, судя по моей базе. Более часто употреблялся ход рокировка, и по строкировке форсированные ветки с ходом Д4 приводили обычно к такой вот разгрузке, что, в общем-то, позволяло быстро перевести партию в какие-то равные позиции. Ну, вот подобное что-то могло произойти, такое, в общем-то, уже игралось до этого. Ну, здесь можно говорить о минимальном плюсе белых, но ничего конкретного, наверное, каких-то больших преимуществ о них говорить, в общем-то, здесь не приходится. Итак, значит, что же у нас было? Прекрасный совершенно сегодня, в очередной раз мы увидели прекрасный дуэт. Александр Костенюк и Ян Непомнящий блестящий сегодня комментарий провели с вами, дорогие друзья. Ну, и, в общем-то, Сергей сыграл ферзь С7, ферзь здесь нападает на пешку Ф4, и за этой пешкой нужно, конечно же, следить. Конь Б3, пока ответная игра, связанная с пешкой Д5 и конкретный ход А6. Определяющий положение слона. Белые должны забирать БЦ и играют прок ферзь Д2. Не хотелось им играть Ж3, впоследствии, неизвестно, возможно, ему не нравился ход слон Ж4, потому как в этом случае могут черные играть и слон Ж4, могут даже играть сразу Ф6 и Е5, что весьма перспективно. Ну, и могут, в общем-то, не торопиться, оставить это, но потом сделать, в общем-то, полезный ход, как рокировка. То есть компенсация не вызывает никаких сомнений. Ферзь Д2. Здесь Сергей немудрствовал, сделал короткую рокировку, и перед Прагом возник выбор, достаточно интересный, при котором он мог, в принципе, сыграть более аккуратно, сделать ход рокировка. В этом случае черные, скорее всего, цеплялись бы за пешку Ф4, таким вот ходом слона Ж6, и после Ж3, играя Ф6, получали, в общем-то, сильную игру, связанную с ходом Е5. И здесь не так просто оценить позицию, может быть, белые могут продолжать здесь ферзь Е2, но в этом случае возможны движения и А5 слон. В некоторых ситуациях может и на А6 оказаться после Е5. В общем-то, позиция весьма интересная. Ну, также черные могут играть и ладья Е8, подготавливая все это. Поэтому Праг сыграл более, так сказать, размашисто, сыграл А4. В общем-то, молодежь у нас часто прет как танк. И после слон Ж4, опять-таки, я полагаю, что эта позиция была не нова как для Сергея, так и для того же Прага, потому что многие линии схожи были с ведущими программами, с советами ведущих программ. И, в общем-то, в этой позиции у белых был интересный ход, который позволял белому захватить интересную инициативу. И это, конечно, ход не А5, который был в партии, а ход конь Е5. Ход, который сбрасывает пешку Абрагнам, потому что теперь черным, в общем-то, необходимо, скорее всего, уничтожать этого коня. Потому как он нападал на слона, и уходить, конечно, слоном не было никакого смысла. И в этом случае возникали сложные позиции. Скажем, после хода короля Ф1, ладья готовы подключаться на Е1. Белые готовы, опять-таки, играть Х5. В некоторых случаях они могут использовать ход Ф3. И, в общем-то, позиция весьма интересна. То есть, она такая творческая. У черных, безусловно, тоже есть встречные свои курсы. Но сделать какие-то правильные, мгновенные выводы здесь не так просто. Поэтому это, в общем-то, позиция для анализа дальнейшего. Конь Е5, это такой был конкретный ход. Также можно было играть и конь БД4. В этом случае создавалась вот эта вот крепкая позиция, которая, в общем-то, позволяла черным возможность сыграть опять-таки Ф6. Но здесь, как говорится, другая уже история. Итак, после Х4, слон Ж4, Праг сыграл очень конкретно. Сыграл Х5. И после некоторого раздумия Сергей отреагировал А5. Ну и, в общем-то, что можно сказать о ходе Х5? Конечно же, черные могли сразу забрать эту пешку. Но здесь у белых возможность первая. Это взятие на Х5 классическая отдача, которая, в общем-то, возможна. И здесь компенсация у белых, безусловно, присутствует. Ну, также и интересны, опять-таки, возможные грузы коней. Но в данном случае уже это теряет смысл, конечно, потому что черные уже немножко откусили и пешку. То есть лишние какие-то положения. Плюс ко всему, черные не обязаны забирать. Они могут сыграть Ф6. Впоследствии сыграть Е5. Игнорируем вот эти вот идеи белых. Ну что же, после хода А5 брак сыграл конь БД4. Вполне возможно, что стоило эту пешку не менять на Ж6, а именно, как сказать, воткнуть как гвоздь на А6, вбить, так сказать, клин. Ну и здесь слону надо было как-то определяться. То есть на Ф6 он стоит несколько вычурно, потому что мешает проводить эти классические идеи с Ф6 и Е5. А на А8, в общем-то, ну, белые, наверное, могут как-то играть следующим образом конь БД4. И, скажем, если черные в данном случае играют Ф6, у белых есть важный ход Ф5. И вот за счет этого хода у белых здесь, конечно, очень серьезная инициатива. Но черные не успевают, скажем, на Ф5 отъесть, потому что в этом случае белые играют опять-таки конь Д4, вгружают еще раз на два пуля. И в случае ферзь Д7 играют, допустим, ладья, ну, не знаю, А5, есть ход ферзь Ф4. То есть у них очень богатый выбор, который, безусловно, составляет этого слона на А8. Ну, скажем, в частности, вот есть такой вариант, ферзь Ф4, нападая на пешку Ф5, то есть вот Е5 сейчас невозможен, ну, точнее, возможно, толпы от него нет. А в случае Е6 белые могут играть даже и ферзь Д6 в некоторых ситуациях, и делают спокойную аркировку, впоследствии подключают и ладью к атаке, или, быть может, давление на пешку Е6. Мы видим, что слона А8 не играет. В общем-то, эта позиция, безусловно, в пользу белых, и огромный перевес в этом случае они достигали. Поэтому вот это был очень важный для Прага момент, который, в общем-то, он пропустил, сыграл, скорее, несколько поверхностно. Решил создать, все-таки оставить эту идею. Видимо, он ее дома смотрел, ему нравилось играть на инициативу. Сыграл конь БД4, и после слона А5, ладья А5. Ну, вот единственный момент, что здесь тоже надо отметить, был у белых в данной ситуации ход конь Е5. Вот именно при коне на Д4. Это был последний момент для Прага, когда он мог создать еще раз эту ситуацию, при которой черные выигрывают уже пешку, у черных уже лишняя пешка. Но при этом мы видим, что белый атакует и на С6. Опять-таки, готовы ладья на Ядин попасть. В некоторых случаях ферз готов ворваться и на А6. И опять-таки, идея в 3-4. Ну, в общем-то, вот это вот был момент для него очень важным. Эта позиция очень сложная, скажем, в случае ферзь Ф6. Белые могут играть ферзь А6. Мы видим, сейчас создается угроза Ж4, а на Е5 уже следует простой удар на Х5. То есть вот такие вот ресурсы тактического характера здесь у белых присутствовали, очень серьезные. И Праг здесь позицию до конца не раскусил. Итак, он съел на Х5, сделал ход ферзь Е3, крепкий ход. Конечно, здесь масса была тоже продолжения, возможно, и 3-0. Но после ферзь Е3 Сергей двинул пешку А, то есть его идея была понятна. 3-0 и Е6. И вот здесь после хода ладья Х1, ладья ФБ8, опять-таки, много у черных было возможностей, много планов. Можно было цеплять пешку как-то Ц5. Можно было подумать о том, чтобы ладью расположить на другом поле. У Прага здесь был момент для улучшения своей позиции. Итак, конь Е5 он сыграл, вгрузил коня. Перс Б7, такой вот пешка Б2. И здесь, пожалуй, произошла ошибка. Вот этот ход, ход назад, конем из центра, который, в общем-то, здесь располагается более чем здорово. Также он не мешает совершенно никому. Зачем-то Праг решил вернуться. Вместо этого стоило просто сыграть ферзь Е2. Ну, как сказать, просто. То есть ферзь Е2 стоит более мобильно, чем на Е3. Он здесь, во-первых, защищает в некоторых вариантах и атакует на А5. В общем-то. И этот ход, конечно, был более гибкий. Вместо этого после хода конь Д3 Сергей сыграл ферзь А6. И вот здесь, опять-таки, была возможность для белых партию уравнять ходом Ф5. Потому что, по тому, как она дальше развивалась, уже, можно сказать, Сергей получил инициативу. После Ф5 была интересная ситуация, при которой черные вполне возможно могли играть ферзь Е4. Но здесь уже, как говорится, другая история. Последовал же такой достаточно мягкий ход А3. После ферзь С4 черные начали разгружать позицию и перешли в такой приятный Эншпиль, где, безусловно, идет игра на два результата. Сергей ничем не рискует. И, в общем-то, перевес его не вызывает никаких сомнений. Ну, в общем-то, здесь очень сложная была борьба. Объективно, конечно, здесь я вам не могу за пять минут рассказать. Потому что здесь мы видим, что Сергей решил повторить несколько раз позицию. И решил сыграть на победу. Что, в общем-то, разумно. Вполне возможно, стоило все-таки при Королине Ф7 несколько по-другому трактовать позицию. Но, так или иначе, был сделан ход А5. Прак съел, пустил Короля на Ф5. Вот, возможно, здесь еще надо было рассматривать какие-то Ф5 возможности. Но, хорошо, при Короле на Ф5 мы видим, что у белых много пешек, но все они разбиты. И, в целом, Сергей в какой-то момент здорово все оценил. И перешел в такой вот Эншпиль, который вы наверняка уже видели. Съев на Е3. Здесь, в общем-то, у белых был момент, при котором они стояли очень многообещающе. Потому что пешка на Ц6 смотрится очень сильно. Однако, хладнокровие Сергея и тонкие четкие расчеты. Одни из его визитных карточек лучших качеств. Здесь сделали свое дело. Е5 прорыв по центру. И, опять-таки, тонкий ход ладит С8 позволило отъесть важную проходную. В дальнейшем, в общем-то, мы видим, что, конечно, белые могут стараться и стремиться осуществить какие-то крепости. Но пока представить это очень тяжело. Потому что у черных важная проходная. Пешки никуда не идут. Ну, и важный ход король Д3 от Сергея ушел он от всяких шахов. По сути дела, поставив черных-белых в Цукцван. И после короля Е1 ладья пришла за пешкой Е5. И затем выгнав, выгнала коня Сергея, централизовала короля. И партия завершилась очень быстро. Здесь праг сдался. Очень интересная, насыщенная партия. Биттеншпиль особенно был интересен. И, безусловно, требует он отдельных анализов. Но, тем не менее, я постарался вам как-то быстро все разложить. Надеюсь, было что-то интересное. Ну что ж, друзья, турнир продолжается. Карлсон впереди. Корякин побеждает. Завтра Корякин-Карлсон. Это будет битва титанов. И посмотрим, сможет ли Сергей остановить вот этот вот спурт, который развил сейчас Магнус. Ну, я с вами прощаюсь. Смотрите сейчас Кумру. Подписывайтесь на канал, безусловно. И желаю вам хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok